Hello! Я решила записывать небольшие такие видео по урокам английского языка, потому что, естественно, записывать целый урок у меня как-то не получается. Поэтому будет краткая какая-то информация. На языке есть такие существительные, которые совпадают формы единственного и множественного числа. Я хочу о них рассказать. Например, man, мужчина, man, мужчины. Как их различать и правильно использовать. Единственного числа всегда есть артикль, который указывает, что это слово единственного числа. Но многие люди этого не делают, делают такие ошибки. Поэтому один мужчина будет a man, мужчины – man. Вы должны правильно научиться использовать глагол to be после этих существительных. Мужчины не плачут. Такое предложение. Здесь идет отрицание, negative form. И я использую просто перед глаголом отрицательную частицу don't для единственного числа и для множественного числа. Например, местоимение I используется с этой частицей. Также местоимение we – they. Хочу сказать мужчина не плачет. Один. То есть это третье лицо. И тогда нужно сказать a man doesn't cry. Уже вспомогательная отрицательная частица doesn't. Вот в этом вся разница, что касается женщин. Одна женщина – a woman. Много женщин произносится women. То есть произносится не так, как пишется. И это стоит учитывать, чтобы не допустить ошибок. Goodbye.